Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Этот снимок танки на детской площадке в Авдеевке вызвал в интернете бурю негодования. Киевская карательная группировка, обрушившая ураганный огонь на Донецк, прикрывается мирными жителями. Куда смотрят наблюдатели ОБСЕ? Наблюдатели, как хорошо видно по фотографии, смотрят прямо на танки, в упор. Однако изумление вызывает не близорукость наблюдателей, а изумление изумляющихся. Разве миссионеры из ОБСЕ когда-нибудь, где-нибудь вели себя иначе? Боевики армии освобождения Косово, которую журналисты называли глазами и ушами НАТО, корректировали удары по югославским позициям с помощью спутниковых телефонов. Часть этого оборудования была секретно передана им заблаговременно, американскими офицерами, сотрудниками ЦРУ, действовавшими под видом наблюдателей ОБСЕ. Они же инструктировали боевиков, как лучше оказывать сопротивление югославской армии и полиции. В Косово действовало несколько международных миссий. Последней стала согласованная Милошевичем и Ричардом Холбруком миссия ОБСЕ, насчитывавшая 2000 человек. Загадочным образом 70% западных наблюдателей оказались профессиональными военными. Около 100 человек предположительно являлись сотрудниками ЦРУ. Когда миссия ОБСЕ провалилась, вина была возложена на Милошевича. Руководитель миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хук, офицер швейцарской армии, имеет большой опыт миротворческой работы и в Боснии, и в Косове. Такое же специфическое миротворчество, кстати, наблюдалось и во время войн на Кавказе. Как и тогда, по белым джипам с антеннами, сегодня можно предсказывать погоду. Если наблюдатели пакуют вещи, жди града или урагана. Надо признать, танки с детской площадки в Авдеевке в сводку о БСЕ все-таки попали. Одной строкой. Но не будет ни скандала, ни международного осуждения, а будет очередная нам выволочка. Мне очень жаль, что свое первое выступление с этой трибуны я должна начать с осуждения агрессивных действий России. Мы хотели бы улучшить отношения, но ужасающая ситуация на востоке Украины требует ясного и строгого порицания российской политики. США поддерживают Украину, вот уже три года страдающую от российской оккупации и интервенции. Вот так сюрприз! А что же наши международные партнеры? Ведь в Белом доме-то теперь не протолкнуться от друзей России. Да и в Москве за Дональда выпьет не один ящик шампанского. Некоторые с ноября не снимают футболок с его изображением. Неужели все зря? Неужели опять ошибка? Почему вы ослабляете санкции против России? Мы не ослабляем санкции. Это обычная практика. Федеральное казначейство уточняет, какие товары или организации должны под них попасть. Конечно, все теперь зависит от индивидуальных договоренностей. Но ведь Трамп, как известно, означает козырь. Ну вот козырь и заходит с козырей. Причем по всем направлениям сразу. Мы абсолютно серьезны. Это не просто учение. Все это доставлено сюда, чтобы отправить стратегическое послание русским. Вы не можете нарушать суверенитет членов НАТО. В Москве все поймут, я уверен. 87 танков, 144 бронемашины, 3,5 тысячи солдат. Стальная бригада 4-й пехотной дивизии фотографируется на память с польскими обывателями. Крупнейшее размещение американских войск в Европе с окончания холодной войны. И не только американских. Рядом в Литве разгружается бундесвер. Впрочем, вполне возможно, у немецких солдат, появившихся в Литве впервые с 45-го, в этих краях снова собственные, отличные от американских целей и собственные планы. Вашингтонский консенсус, действовавший при Обаме, все эти большие двадцатки и большие семерки стремительно разваливаются. Рушатся хозяйственные блоки и политические договоры. Корабль глобализации тонет, а в драке за спасательные шлюпки каждый теперь сам за себя. Трамп, как известно, обвинил немцев в том, что они не покупают американские автомобили, что делает взаимную торговлю несправедливой. В ответе вице-канцлера Зигмара Габриэля можно услышать выпад в адрес американских производителей. США просто должны научиться лучше производить автомобили. Мировой экономический порядок, установившийся за последние 70 лет, доживает последние дни. Дональд Трамп последовательно подрывает основы глобализации. Скоро мы почувствуем последствия. Экономика Германии под прицелом Трампа. Он угрожает ввести повышенные тарифы против немецкого экспорта. В момент нарастающего хаоса в международной политике, Германия должна преодолеть внутренние конфликты и стабилизировать всю Европу. Чтобы спасти и стабилизировать Европу, рассуждает немецкий журнал «Шпигель», Германия должна быть готова отвернуться от США и создать более тесный альянс с Китаем. Монолитный фундамент международной политики покрывается новыми и новыми трещинами. Англия уже по привычке повернулась задом к Евросоюзу, передом к статуе свободы. Россия и Беларусь задумались, не прочертить ли границу поперек союзного государства. Противоречия в политике и экономике накапливаются, а козыри продолжают сыпаться. Только за последнюю неделю эксцентричный хозяин Белого дома разругался с премьером Австралии, пообещал президенту Мексики отправить туда войска, показал кулак Китаю, Северной Корее и Ирану. Официально предупреждаем Иран в связи с запуском имболистической ракеты. Иран вообще должен быть благодарен за ужасную сделку, которую США с ним заключили. Эта страна еле на ногах стояла, пока мы не смилостивились и не пошли на подписание соглашений, которые принесли Ирану 150 миллиардов долларов. Само собой, из каждого огорода, иранского, китайского, корейского, европейского или мексиканского, тут же летят ответные камни. Чем всё это закончится, сказать трудно, но вряд ли чем-то хорошим. В результате рейда американского спецназа против аль-Каиды в Йемене погиб один военнослужащий, трое получили ранения. Это первая иностранная операция и первые потери Пентагона после вступления Трампа в должность. По данным йеменской стороны, погибло от 35 до 40 местных жителей, в том числе 15 женщин и детей, включая 8-летнюю дочь проповедника Анвара Аль-Авлаки, который был убит американским беспилотником ещё в 2011 году. Мир оказался в беде, но мы всё поправим, не так ли? Это ведь моё призвание в жизни — решать проблемы. Проблемы действительно решаются, но почему-то пока это проблемы самых богатых жителей планеты. Все два прошедших с американских выборов месяца мировые фондовые индексы необъяснимо и лихорадочно растут. Так же, как растут состояния миллиардеров, вне зависимости от того, какой паспорт миллиардеры носят в кармане. Совокупный капитал 18 российских долларовых миллиардеров увеличился почти на 8 миллиардов долларов за первый месяц 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg. Согласно рейтингу, по итогам января из 18 российских миллиардеров своё состояние увеличили 16. Ранее Форбс сообщал, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 29 миллиардов долларов. У американских, немецких, английских, китайских или арабских богачей дела не хуже. В сравнении с этим танки на детской площадке в Авдеевке или попавшие под горячую руку дети в Йемене или сирийские дети — это, как говорится теперь, collateral damage. Или, если по-русски, сопутствующий ущерб. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok